МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас пять вопросов от юных музыкантов. Я уже опечаталась. Первый от Маши. Я орфистка, говорит, постоянно в разъездах. И школьных друзей у меня нет. Что делать? Может, есть способ не бояться того, что нет друзей? Я всегда молодым советую, чтобы они все успевали. И позаниматься, и сходить в кино, и почитать книгу, и сходить в театр. Заниматься спортом, и общение с друзьями. А без друзей невозможно заниматься. Я уверен, что ты найдешь себе друзей в самое ближайшее время. И это тебя будет вдохновлять для твоих занятий. От Елены Бережной. Олимпийская чемпионка. Да, да, да. Конечно. Сихорудительница. Мы с ней виделись недавно. Она говорит, как привить первокласснику любовь к музыке. Лена, я вам советую посмотреть уроки потрясающего педагога Валерия Фисецкая. Я уверен, что ваш сын полюбит, если не станет профессиональным музыкантом, то это пойдет ему во благо. Вообще занимайтесь музыкой побольше. И ходите на концерты классической музыки. Надо изучать каждый предмет. И вот музыку сейчас начать так, чтобы потом можно прям диссертацию писать. Я считаю, что вообще в Советском Союзе у нас была такая система, в котором каждый ребенок ходил в музыкальную школу. Неважно, станет ли он выдающимся музыкантом, он не станет. Это стоило 20 рублей, кстати. В Советском Союзе это большие деньги были. Понимаете, и ритм, чувство ритма, и мелодия, это все останется. И посмотрите, как ваш ребенок будет совершенно по-другому разговаривать, слушать музыку, ходить в театры. Я пианист. И меня часто спрашивает мой преподаватель, что будет, если присмотреться. А я не знаю ответа. Визуальное развитие человека очень важно. Я обожаю смотреть. Я любопытный человек. Я люблю сесть в какую-нибудь кафешку в Париже где-нибудь, или в Москве, или в Лондоне, или в Иркутске. Просто смотреть на проходящих людей. Это так забавно, это так здорово. Смотреть на разные лица, разные национальности, разные характеры, разный возраст. Потому что, когда я играю в музыку, я, естественно, что-то представляю. Я пригляделся внутри, скажем так. Чем-нибудь для вас отличается создание музыки к прозе от создания музыки к поэзии? Вообще, это все очень близко, на самом деле. Я очень часто делал такие литературно-музыкальные вечера. Скажем, гениальный актер Сергей Юрский читал Пушкина, а я играл Шопена в этот момент. И музыка, и поэзия, это очень близко. Просто надо это, главное, талантливо сделать. Если мы говорим о соединении двух жанров. Поймать звезду мы поймали даже Дениса Мацуба.